Уникальная транспортная операция завершается в Волгодонске. По ночному городу до спецпричала провезли огромный 330-тонный корпус ядерного реактора. А в эти минуты его грузят на баржу. Мощную установку создали для первой в истории Беларуси атомной электростанции. Вероника Богма, подробнее. Высота корпуса ядерного реактора 13 метров, диаметр 4,5. Процесс доставки такого негабаритного и очень ценного груза под стать его уникальностью. Это отдельная сложная транспортно-логистическая операция. Движение по улицам Волгодонска – начало пути. Потребовалось на время обесточить и разобрать некоторые участки троллейбусных контактных сетей. Работают ночью, чтобы не создавать неудобства горожанам. На маршруте общей протяжённостью в 4000 километров просчитывался каждый шаг команды инженеров, которые занимаются перевозкой. В данный момент он едет со скоростью 400 метров в час. Вот впереди стоящий человек смотрит показания прибора и определяет, даёт подсказки по нагрузкам по сторонам прицепа. И так всю дорогу? И так всю дорогу. А если дороги плохие? Тогда надо ехать ещё медленнее, ещё тщательнее. Сам корпус реактора сошёл с производственной площадки завода «Атамаш». И уже ясно, что слава предприятия как крупнейшего изготовителя атомного оборудования не только в прошлом. В 90-е завод едва не утратил своей компетенции. Однако в течение последних трёх лет велась модернизация, внедрение новых технологий, обучение персонала. И вот «Атамаш» снова стал заводом, способным выпускать полный комплект оборудования ядерного острова АЭС. Выпущенный впервые после почти 30-летнего перерыва, корпус ядерного реактора едет в Белоруссию. Это сердце её будущей первой атомной электростанции. Вероника Бокман, Антон Кичиджиел, Владимир Шимаков и Юрий Завязкин. Вести. Волгодонск.